Продолжение следует... Я продолжаю рассмотрение предметной области чисел, можно сказать, подобласть предметная чисел в математике. В математике интересная вещь, что, допустим, были разные дисциплины, арифметика и геометрия, а потом как-то так оказалось, что они друг друга очень тесно связывают, проникают и прочее. А некоторые отношения между ними, в общем-то, уже в древности имели место, уже в античной математике. Но они были, так сказать, отношения такие, что некоторые, скажем, числовые определённости связаны с геометрическими определённостями, но геометрические определённости накладываются сверху на числовые. Или наоборот, геометрические определённости, и для того, чтобы их познать как средство, используется нечто числовое. Я сейчас вам приведу некоторые примеры таких рассуждений, сочетавших геометрию и арифметику в античной математике. Значит, знание по-агречески – это гнозис. Но вообще-то вы в курсе ИЗФ могли слыхать про то, что у разных авторов, у пифагорейцев, в частности, были такие гномы. Гномы – это некоторые афоризмы, предписания такие, допустим, «не вари, а чёрного петуха в молоке» или «вставай с какой-то ноги». Вот это гномы. В общем, это некоторые вещи, относящиеся к знанию. Но, кроме того, была в античной математике уже такая штука, она называлась «гномон». Гномон – это некоторый угольник, можно так сказать. Есть два типа этих самых гномонов. Они используются для некоторого правильного порождения чисел. Вообще, числа в античной математике связаны с порождением чего-то. Скажем, единица – это начало числа вообще, это не число. И очень быстро, я бы сказал, числа были разделены на чётные и нечётные. Почему? Они по-разному порождаются, чётные и нечётные числа. И вот как это происходит. Значит, у нас есть некоторый порождающий принцип – единица. Мы к единице прикладываем такой вот угольник, гномон, который хороший, он равен как бы себе с разных сторон. И, значит, некоторым углом добавляем число. Какое число добавляем? Нечётное. К единице прибавить 3, получится 4. Но 4 – это квадрат. Значит, мы из чего-то, что не имеет формы, получили некоторую хорошую форму – квадрат. Значит, дальше, если далее вот точно так же вот углом выгнуть число, а то к этому квадрату, который 4, мы добавляем 1, 2, 3, 4, 5, у нас получается квадрат 9. Обратите внимание, значит, вот здесь у нас добавляются нечётные числа. 1, 3, 5, точно так же, если мы добавим 7, следующий нечётный, будет следующий квадрат. 9, ещё один квадрат и так далее. То есть вот просто, как сказать, прекраснейшая, яснейшая иллюстрация того, как получаются квадраты. при этом ещё вот нечётное число, оно же в некотором смысле очень хорошее, но в том смысле, что оно устроено некоторым полным образом. Вот берём какое-нибудь нечётное число, оно, допустим, 5. вот оно целое, да, это 5. А вот у него есть середина, да, оно содержит свою середину. Есть такое понятие совершенное число. Сейчас под совершенным числом понимают число, которое равно сумме своих множителей. Допустим, 6 делится на 1, 2 и 3. 1 плюс 2 плюс 3 равно 6. Совершенное число. Это сейчас так думают. В античной математике совершенными числами называли числа, которые содержат свою середину. при этом число может быть, конечно, представлено в виде таком линейном, но точно так же некоторые числа не имеют очень хорошее представление фигурное. у них есть геометрическая фигура. Допустим, вот число 4, да, с этой точки зрения не совершенно, потому что не содержит середины. а вот число 9, как квадратное, оно лучше гораздо. Оно уже содержит свою середину. Это первое содержащее. И была некоторая метафизика, так сказать, нумерология, которая была связана с 9. Значит, смотрим на другой порядок чисел. У нас есть 2. Что будет, если к 2 прибавить 4? Будем складывать чётные числа. Значит, смотрите, вот уже другого вида гноман, несовершенный. Он в одну сторону больше, чем в другую. Но он всё ещё ну, это вот как бы первое отклонение, да. Здесь вот одна сторона на единицу длиннее другой. Значит, к 2 добавляем 4, да. Получаем 6. 6, это 2 на 3, да. 3 на единицу больше, чем 2. Добавляем 6, да. Получаем 12. 12, это 3 на 4. 4 на единицу больше, чем 2. Тоже некоторый способ получения правильного получения чисел, да. Принципиально, я бы сказал, отличный. Тут у нас нет, с самого начала нет совершенства, да. Двойка не содержит свою середину. Тем не менее, закономерности порождения вот этих прямоугольных чисел, они тоже совершенно ясны, да. И вообще, вот там, это два простейших вида порождения, квадратные числа и прямоугольные числа. Ну, а далее там можно было изощряться на тему уже более сложных фигурных чисел. Значит, квадратные и прямоугольные числа – это четырехугольные числа. Можно говорить, допустим, о шестиугольных числах. Можно говорить о пятиугольных числах, хотя гораздо сложнее, чем о шестиугольных, да. А шестиугольные числа, они тоже достаточно хорошо описываются, да. Вот они, значит, состоят вот из такого шестиугольника, который вокруг, да. И опять добавим слои, и будут тоже шестиугольные, да. Ну, вот. Соответственно, это треугольные числа есть, да. Треугольные числа, у них другой принцип порождения. Значит, берём единицу, прибавляем к ней два, потом прибавляем три, потом прибавляем четыре, да. Каждый раз на единицу больше. И вот, допустим, треугольник, да, это тоже такая вот хорошая фигура. Это первая плоская фигура, которая образуется прямыми. Вот почему число десять хорошее. А десять – это первое треугольное число, которое содержит свою середину. Оно тоже совершенное. То есть вот некоторые, значит, такие виды рассуждений о числах. И из этих чисел выделяются простые числа. Простое число не делится ни на что, кроме себя. И его можно записать только в некотором виде последовательности. Другую фигуру не придашь. И простые числа, допустим, по-английски. Что такое простое число? Прайм. А прайм – это первое. Это первые числа. Значит, здесь у нас как бы первым числом, хотя это не число, является единица, да, но она в некотором смысле самая простая. Если считать её числом. Двойка – простое число, да. Тройка – простое. Тройка, вот, значит, не получается с такой вот фигурой. Ну, точнее так, вот тройка начинает порождать, да, но она здесь уже как бы следующая за двойкой, да, вот, вот, немного другой принцип. Вот. Здесь простые числа, да, первые числа. Первые в некотором порядке порождения. От того, что затем может приобрести уже некоторую геометрическую форму, отличную от прямой. ясно, что с помощью угольников вот этих, да, напоминаю, вот этот угольник, он называется гномон. да, это некоторая штука, которая тесно связана с сознанием. Вот так организована арифметика античная и средневековая. Вот когда говорят про угольники, которыми пользовались математики, угольники – это гномоны. Циркуль, например, не был угольником. Вообще конструкция циркуля очень поздняя. Ну, я вам уже говорил о том, что вот начинают порождаться некоторые новые виды и типы чисел, да, появляются отрицательные числа, появляются дробные числа, появляются числа иррациональные. Их появление связано с некоторым расширением, допустим, вот рациональное число, как оно появляется. А фактически вот из конструкции такого типа у нас есть некоторое P и Q, да, их соотнесение, вот, и это соотнесение даёт нам некоторое соотношение между P и Q, которое иногда является целочисленным, да, иногда вот не целочисленным, но тем не менее вот представляют, допустим, P, ну, вот это вот некоторое Q в квадрате, да, и его часть выделена некоторым P. Если P равно Q, то поделённое на какой-то единице, тут соотношения-то нет никакого, да, ну, точнее, вот любой квадрат, это вот есть соотношение один к одному, да. Вот здесь вот соотношение вот один к, ну, точнее, N к N плюс 1. Числа иррациональные, они вот довольно естественным образом получаются вот здесь, потому что соотношение вот между этими двумя точками, да, вот оно как раз и есть корень квадратный, если геометрически, да. То есть у нас вот, так сказать, по вертикали и по горизонтали соотношения целочисленные, да, а по диагонали нет. Но если вот это соотношение сторон по аналогии с целочисленными соотношениями рассматривать как число, да, то вот у нас, значит, допустим, вот... А почему по аналогии? Потому что корень из 9 — это 3, да. И здесь вот как раз целочисленно можно представить. Другое дело, что нам придётся смещать точки вот для вот этих трёх, да. Мы, извлекая, ну, вот это вот представляю в виде некоторого числа, вот эту вот диагональ, да, мы её вынуждены представлять вот дополнительными точками, да, которые будут точно соответствовать вот этим единицам. Точно так же вот корень из 25 — 5, да. Значит, опять мы можем диагональ представить в виде дополнительными средствами, да, как тоже целочисленную, тоже некоторый способ преобразования числа. Вот, а в случае с четырьмя, да, не получается, да, ну, да, вот, не получается. Но если как бы обратить способ понимания, да, то давайте будем считать вот обратные соотношения, обратные пропорции тоже числами. И тогда вот некоторые естественные, вот, ну, обратным ходом идущие, естественное для математика включение иррационального числа в сферу чисел, во множество чисел. Вот эта вот невозможность прямого такого хода, да, она вот по-разному проявляется в двух классических задачах античности. Значит, квадратура круга, да, и удвоение куба. Удвоение куба, там в точном смысле вот некоторая иррациональность, корень кубический нужен, да, вот, а нужно вычислять. Значит, корень – это радикал, да, вот радикс, да, корень, да, то есть вот эти вот, ну, возводимые в квадрат вещи, да, вот это корни, из которых растёт квадрат. Мы берём квадрат, докапываемся до корней, извлекаем корень. Вот, ну, значит, такое взаимное, я бы сказал, движение. Вот, и то, что у нас получаются при этом числа, которые, вот, нельзя в точности вот измерить единицами, да, представить. Вот это, значит, обходится, символически обходится. То есть вот мы просто вот говорим, а вот у нас есть некоторое число, да, корень квадратный из двух, или есть там корень кубический из двух тоже, число, вот, вот, как число в единицах мы его выразить не можем, в соотношении единиц, конечно, выразить тоже не можем, но зато у нас есть конечное уравнение, в которое вот он, естественным образом, может войти, и как корень такого уравнения, он может участвовать в вычислении разных других вещей, тоже вот более или менее точном вычислении, да, то есть числа оказываются, вот эти вот дополнительные числа, они оказываются добавками, да, онтология пополняется. Новый тип числа, который, вот, с одной стороны число, а с другой стороны, вот выразить его в единицах нельзя. Но что значит нельзя выразить? Выразить вот в явной форме, да, вот взять столько-то единиц, так как сочетать как-то и прочее, вот нельзя. А вот в форме х квадрат равно 2 можно тоже некоторая форма, значит, представления. Причём х квадрат равно 2, а это вот такая сравнительно хорошая вещь. Да, мы знаем, что такое квадраты, да, так, в общем, мы вот эти квадраты можем приравнивать разному, ну вот взяли, приравняли 2. Будет что-то больше единицы, но меньше 2, да, где-то как-то. И причём с этим вот где-то как-то, да, на что мы не можем в точности указать, значит, мы можем работать. Тут я сказал, не можем в точности указать. Указать-то можем, да, вычислить не можем. Указать можем, вот она, вот она, диагональ квадрата единичного, это корень из 2. Вот она. А вот в числах, да, вот в отношении чисел не выражается. Ну, да, значит, здесь, здесь имеются некоторые начатки операционального определения числа. То есть здесь число это нечто, что определяется посредством ряда вычислений. представляется в некоторой символьной форме, да, вот сами вычисления, как бы представимые вот в этой символьной форме, их результат мы обозначаем вот символьно. то же самое с числом пи, да, оно вообще трансцендентное, да, то есть оно, вот если иррациональные числа, они выражались как решение некоторого уравнения, там, уравнение n-ой степени какой-то, да, это, значит, уравнение типа а0x степени n плюс а1x степени n-1 плюс так далее плюс а1 равно нулю. Нет, плюс а1, прошу прощения, равно нулю. да, вот, значит, такое уравнение, где это все вот целочисленные коэффициенты, да, вот оно дает некоторый общий вид выражения, решение которого приводит к корню, и корнем такого уравнения является число. Число это то, что является корнем такого уравнения. А оно, число пи, ну, это было доказано уже гораздо позже, в XIX веке только, число пи не может быть корнем такого конечного уравнения. В принципе, не может. То же самое относится к трансцендентному числу е. Е – это основание натуральных логарифмов. Ну, в школе чаще и больше, насколько я понимаю, люди ознакомятся с числом пи, меньше с числом е. Вот основание натуральных логарифмов. заметьте, натуральные логарифмы, да, то есть природные, естественные логарифмы. Вот, и их основанием является трансцендентное число, которое точно так же не может быть выражено конечной формулой, опираясь на вот такого рода выражения. и здесь есть, вот я уже сказал, некоторая основа перехода к математическому собственно пониманию числа, которое начинает отклоняться от обычного, обыденного понимания числа, более или менее включенного в повседневную практику людей. То есть вот это операциональное понимание числа. Значит, давайте рассмотрим, что происходит в результате действий с числами. Вот некоторая современная конструкция числа, числовая прямая, вещественная ось. Значит, вот есть ось, да, где-то на ней мы обозначаем ноль, где-то имеем единицу, соответственно, здесь имеем минус единицу. Вещественные числа, да, вот, ну, я напишу так, как вот это обозначается часто в математике, это вот вещественная прямая, это эрготическая, да, вот, вот так записывают эрготическая, вот, эрготическая это начальная буква слова реэл, да, реэл, реальное число, вещественное число, вот тоже, рез, это вещь, вот, что можно делать с числами, да, ну, вот у нас функция, да, что это такое, ну, у нас есть ось y, да, ну, тогда здесь x, да, значит, вот функция, да, y равно f от x, значит, что это означает, что мы берем какой-то x, его, с ним что-то делаем и получаем y, да, простейшая функция, да, вот, y равно f от x, да, простейшая функция это x плюс 1, да, ну, что проще, да, взять x, прибавить единицу, посмотреть, что получится, а функция эта вот, она будет вот такой, да, вот здесь у нас тоже единица, да, это некоторая такая прямая, да, ну, 0 мы перевели плюс 1 в единицу, да, единицу перевели в двойку, минус единица перешла в 0, да, вот, значит, график функции вот такой, да, что произошло, в общем-то, вот это точно такая же вещественная прямая, да, но она сдвинута на единицу, вверх, да, вычтем какое-то число, сдвинем вниз, то есть прибавление какого-то числа это сдвиг множества чисел, да, ну, это, как представляется, это вот пока что достаточно просто и очевидно, да, значит, какая еще, ну, вот уже не столь простая функция нам может прийти в голову, значит, x квадратия, да, берем x, возводим в квадрат, что при этом происходит? Ну, график функции x квадрат, он прекрасно известен, да, это вот такая вот штука, да, вот, вот так вот она идет, да, в обе стороны, да, что происходит с вещественными числами? ну, во-первых, множество вещественных чисел, да, оно переходит не во всем множество вещественных чисел, а только в половинку, да, то есть то, что у нас получается больше нуля всегда, да, больше нуля – это половина, это полуось, то есть мы, значит, множество r, да, отображаем уже в некоторое множество, под множество r, ну, под множество вещественных чисел, при этом, соответственно, что у нас происходит? Если х равно единице, да, то оно само в себя и переходит, да, если х равно нулю, опять-таки, в себя переходит, две неподвижные точки, да, но вот на отрезке от нуля до единицы, да, если я возвожу х в квадрат, я получаю некоторую величину меньшую, ну, одну вторую возводим в квадрат, получается одна четвёртая, да, одну третью возводим в квадрат, получается одна девятая, одна девятая меньше одной четвёртой, да, то есть у нас происходит некоторое как бы сжатие вот этого отрезка, да, неравномерное сжатие, а там, где больше единицы, там у нас растягивание, да, тройка переходит в девять, там, ну, и так далее, да, растёт, и растёт, вообще говоря, неравномерно, вот в случае, когда у нас были просто сдвиги, там равномерный такой сдвиг, да, прибавление или вычитание, а тут вот мы, получается, в квадрат возводим, вот если смотреть на вещественную часть, да, мы вот одну её сторону растягиваем, да, а другую сжимаем, но при этом это происходит так, что у нас получается, вот, ну, та же самая полуось, вот с отрицательными числами, в общем-то, то же самое, просто они меняют знак, да, вот эта полуось, отрицательное число переводится в положительное, да, и получается некоторое наложение, вот, да, то есть я беру вещественную прямую, да, складываю её пополам, ну, я вот эту часть, да, вот как бы складываю с этой, так вот взять, да, вот так вот сложить, и при этом складывании я ещё имею две неподвижные точки, да, 0 и 1, и то, что от нуля до единицы, оно сжимается, да, вот по направлению к нулю, а то, что больше единицы растягивается по направлению к бесконечности, вот, то есть, что происходит, да, двойка – это число, вот это число так действует на переменную, да, вот на множество чисел, что преобразует это множество чисел, соответственно, тройка, да, х в кубе, ну, там иначе, да, вот если брать просто х в кубе, да, ну, я сбоку так нарисую, при примерное вот положение х в кубе, это вот такая вот штука, да, то есть здесь в х в кубе, вот просто без добавок, происходит то, что я в вещественную ось опять в вещественную ось перевожу, вещественные числа в вещественные числа, целиком, без изъяна, и опять происходит сжатие на отрезке 0,1, растяжение на отрезке, значит, от единицы до бесконечности, сжатие на отрезке 0,-1, растяжение тут, да, то есть возведение в степень, это некоторая форма такого неравномерного, я бы сказал, растяжения, и, может быть, ну, удвоение, утроение вот этой нашей вещественной оси. есть, ну, другие функции, да, вот, допустим, я могу возводить, вот я здесь вот рассматривал положительные целые числа, да, я могу взять отрицательное число, целое, да, х в степени минус 1. Вот тут уже, вот когда х в первой степени, там ничего не происходит, да, то есть вот если у равно х, да, то в вещественной оси ничего не происходит, дождественное отображение. А вот если у равно единице, делённой на х, ситуация кардинально меняется, да. у меня есть в этом случае вот два таких графика, которые это всё дело показывают. значит, что здесь происходит? Вот у нас есть эта самая единица, да. То, что меньше единицы, растягивается до бесконечности. то, что больше единицы, сжимается до отрезка 0,1, но не достигая вот этого нуля, да. То есть я как бы беру вот полуось, да, её переворачиваю, и там вот у меня продолжает вот это вот структура растяжения, сжатия, да, преобразование такое происходит. А при этом вот там у меня есть плюс бесконечности, да. А вот если с этой стороны смотреть, то там у меня минус бесконечности. Вот, и они, значит, взять вот, соединить плюс бесконечности с минус бесконечности, это вообще вот такая интересная задача, да. А какого-то убедительного, я бы сказал, ответа, что получится, вот не ясно. Но бесконечности — это вообще отдельный объект математический, особый. То есть уже в иррациональных числах там мы начинаем с бесконечностями, как-то к ним приближаться, потому что они могут быть представлены в виде бесконечной дроби. Но с другой стороны... Ну ладно, в общем, это... Вот. Значит, вот возведение в степень, да, положительная степень, отрицательная степень, оказывается преобразованием вот нашего множества чисел так, что оно в себя почти везде переходит. Ну, как почти везде, вот в случае с квадратами, там не почти везде, а некоторая значительная часть, вот половина, да, отсекается, как бы. Ситуация начинает резко меняться, я бы так сказал, когда мы переходим к числам комплексным. Да. Ну, что значит резко меняться? В некоторых случаях она как бы и не изменилась, потому что вещественное число это просто комплексное число с нулевым коэффициентом применимой единицы. То есть вещественные числа это в точном смысле слова подмножество комплексных чисел. Но комплексные числа в отличие от вещественных уже не могут быть представлены некоторой упорядоченной структурой, а вещественная прямая это упорядоченная структура. Комплексные числа требуют частичной упорядоченности, соответственно, множественности порядков, локальных таких порядков, которые там могут возникать. И вот у нас есть мнимая координата R умноженной на I или I умноженной на R. У нас есть вещественная координата R, а все вместе это комплексная плоскость C. И если говорить только об R, то во многих случаях у нас ничего и не изменится. Допустим, просто вот прибавить какое-то вещественное число это вот ровно тот же самый сдвиг комплексной плоскости. Она вот берется целиком и сдвигается туда-сюда. умножить на вещественное число это растянуть комплексную плоскость, ну, опять-таки, вот пропорционально растянуть, да, умножаем на 2, все в два раза увеличивается. вот раньше вот умножение на число это было просто такое пропорциональное, пропорциональное, подчеркиваю, растяжение вещественных чисел. А здесь вот пропорционально растягивается вообще вся комплексная плоскость во все стороны. Ну, это вот с вещественными числами. А что с комплексными? Вообще-то, если мы просто прибавляем что-то комплексное, да, мы точно так же сдвигаем плоскость, да, вот относительно того положения, которое она раньше имела. Что будет, если мы умножаем на комплексное число? Вот у нас есть, соответственно, вот 0, да, минус 1, здесь у нас будет минус i, да, внизу, а вверху будет i, мнимая единица, да. Что происходит? Уближаю на i, да. Единица становится мнимой единицей. да. i, умноженная саму на себя, мнимая единица, в квадрате, это минус 1. Она переходит в минус 1. Минус i, умноженная на i, получается минус, ну, минус 1, умноженная на i, получается минус i, да, минус i, умноженная на i, это будет минус минус единица, то есть единица. Умножение на комплексное число это вращение комплексной плоскости. при этом, если я вот умножаю на 2i, да, то я вращаю и растягиваю в два раза, да. Если я умножаю на i пополам, я поворачиваю и сжимаю, тоже пропорционально, да. То есть комплексное число это вращение. Вращение вот этой плоскости комплексных чисел. Раньше у нас была просто вот числовая прямая, да, вот она как-то не вращалась. Её поверни там на 45 градусов, она вот что поворачивай, что не поворачивай. Вот здесь поворот, он оказывается таким, что вот он значит, ну, просто есть куда повернуть, да, что называется. Соответственно, что происходит, когда мы берём i, некоторые комплексные числа, они вот часто обозначаются z, да, что происходит, если мы z возводим в квадрат? значит, смотрите, вот у нас вещественная ось, да, с ней происходит ровно то же самое, что и с вещественными числами. Она складывается, ну, и тут вот сжимается, тут растягивается. Да. а что происходит, когда мы в квадрат возводим мнимую ось? И в квадрате это минус единица. Соответственно, у нас вот эта вот ось, она перемещается вот сюда, в отрицательную часть вещественной. мнимая ось становится вещественной полуосью при возведении в квадрат. И абсолютно то же самое, вот, что с вещественными числами, просто в другую сторону. От минус единицы до нуля сжатия в квадрате, да, числа, от минус единицы до бесконечности растяжения, да, то есть и вот я вам крайние случаи, так сказать, чистые случаи. Чисто мнимые, чисто вещественные. В общем-то, если взять, допустим, вот такую ось, да, вот тут, где числа Z вида А плюс АИ, да, вот. ну, допустим, вот, вот эта точка, да, вот эта, это точка единицы плюс И, да, вот здесь будет точка по отношению к двум, да, здесь будет 2 плюс 2И, да, вот числа такого вида комплексные, они вот находятся на этой вот прямой. Вот куда перейдет вот это вот часть, да, она перейдет в мнимую ось, чисто мнимую. Повернется, да, ну, если речь о квадрате идет, повернется, соответственно, там, здесь вот соответствующим образом растянется, вот, вот, некоторым образом по направлению к нулю или сожмется тут, как смотреть, да, здесь вот растянется по направлению бесконечности, да, но вот эта вот ось, она перейдет вот ровно вот туда, да, соответственно, если взять числа вот такого вида, да, они во что перейдут? любопытный вопрос, да, они тоже перейдут в мнимую ось, но только с другим направлением. Ну, это я вас прошу мне поверить, значит, у нас получается как, вот эта вот, да, вот, вот эта ось, она при возведении в квадрат, да, сюда вот перемещается, на ее место встает вещественная мнимая ось, да, соответственно, вот эта вот часть, да, при возведении в квадрат, она перейдет, ну, точнее, вот эта вот прямая, она перейдет вот сюда, а вот эта часть, она перейдет сюда, Вот я повторяю, я вас прошу поверить мне. Соответственно, возведение в квадрат – это одновременный поворот наслоения получающихся комплексных плоскостей друг на друга. Ну и говорят о многолистных таких наслоениях, то есть в квадрат у нас получается двулистное наслоение, в куб трёхлистное, ну и так далее. И отсюда вытекает некоторая очень приятная вещь. Дальше, если использовать, ну и, в общем, то же самое примерно относится к экспоненциальным функциям, они тоже здесь присутствуют. Вот и, соответственно, очень интересную интерпретацию получают тригонометрические функции, которые, естественно, встраиваются в систему функций. Они оказываются частью экспоненциальной функции, тригонометрической. В общем, фактом является то, что в поле комплексных чисел любое уравнение имеет решение. То есть есть число, которое, ну, точнее, некоторый набор решений, если там много корней уравнения, да, в том числе может быть и бесконечно много решений. Вот, допустим, для тригонометрических функций, да, синус икс, допустим, равен чему-то. Там же бесконечно много, ну, вот, корней. Значит, вот некоторая такая конструкция, которая первоначально не имела некоторого природного, естественного смысла, да. То есть вот это и, да, это от воображаемой, imaginable, да. Некоторый вопрос онтологический, да. То есть вот что-то воображаемое, оно устроено, ну, во-первых, так, что его можно сочетать с реальным, да, мнимое и вещественное. И очень хорошая, прочная конструкция. Получают прозрачную форму разные функции, уравнения, свойства вот этих самых функций и так далее. Ну, вот я обращаю опять внимание на вот этот момент. вот здесь число уже оказывается тем, что преобразует множество чисел. И оно некоторым своим образом преобразует. Два преобразует некоторым набором этих способов. Можно два прибавить, можно возвести что-то в квадрат, можно двойку возводить в какую-то степень. Это всё разные функции. Но двойка здесь отличается от тройки, четвёрки, пятёрки, там вообще от любого другого числа. Совершенно точно мы способны различить вот эти функции, которые опираются на это своеобразие, там двойки, единицы. ну, ноль ограниченное количество функций, потому что делить на него нельзя. Но я уже говорил, что на ноль нельзя делить, потому что при этом исчезает смысл различения между числами. Значит, вот мнимые числа, да, вот комплексные числа, комплексные и сложные. И когда математики вот нашли вот эту вот прекрасную штуку, то естественно, ну, для некоторых математиков естественно возник вопрос. Ну, хорошо, вот есть комплексные числа, а вот какие-то другие ещё можно придумать, да, которые уже будут не комплексными, а, допустим, их обобщениями, да, довольно быстро, ну, и довольно быстро, ну, как быстро там в XIX веке комплексные числа вот это где-то XV-XVI века, когда они пробивали себе дорогу, признание достигали. вот в XIX веке были изобретены кватернионы. Кватернион, да, это дальнейшее обобщение вот этой конструкции комплексных чисел, кватернион, это некоторое, ну, можно было бы сказать гиперкомплексное число, хотя вот слово гиперкомплексное имеет несколько другое значение, вот, то есть кватернион это такое число, у которого не одна мнимая единица, а три мнимых единицы. то есть кватернион выглядит так. Некоторое Z это вот это A плюс B I плюс C G плюс D K, где I, G и K это мнимые единицы разные. Значит, что объединяет мнимые единицы, да, это то, что I в квадрате равно G в квадрате равно K в квадрате и все это равно минус единице. Но при этом они друг от друга отличаются некоторым хитрым, ну, в каком-то смысле хитрые, а в каком-то это довольно естественный, это, кстати, образ. вопрос. Если мы И умножим на G, то мы получим K. Соответственно, если G умножим на K, то получим I. G, а если K умножим на I, то получим G. При этом G, умноженное на I, будет равно минус K. умножение комплексных единиц здесь не коммутативно. Ну, соответственно, вот здесь аналогичные соотношения. Вот. Значит, с одной стороны это вроде бы числа, то есть кое-что числовое им не чуждо вот этим числом. Но, с другой стороны, они вот такие вот некоммутативные, антикоммутативные, можно так сказать. И, казалось бы, вот зачем это все надо? Оказалось, что мало того, что это надо, это еще и можно истолковать некоторым природным образом. Дело в том, что, когда у нас есть физика, у нас задачи, которые мы решаем, они, как правило, трехмерные. Ну, не как правило, но многие задачи трехмерные. А трехмерность это три координаты. Соответственно, если у нас есть вот эти вот координаты, то перемещение по ним описывается вещественно, а вот вращение вокруг координаты можно описать по аналогии с тем, что происходит, когда мы нае умножаем, как вращение. то есть мнимые единицы это вращение, три мнимых единицы вращения по разным осям координат вокруг осей. А такая физическая интерпретация и не то чтобы очень многие, но достаточное количество физических задач очень неплохо решаются именно с помощью куторнионов. Вот значит, вот числа, да, что такое число. Это смотря какое число. Если это комплексное число, это вот одно, если куторнион, это другое. есть много конструкций, которые с тех пор разработали математики, разверты вот эти представления. Значит, я говорил, что математики используют разные слова естественного языка часто, но при этом они как-то вот так вот их значение переменяют, да, так что они становятся чем-то совершенно иным. Значит, вот допустим, есть целые числа, да, ну, есть натуральные числа, да, вот это положительные целые числа. вот что это такое натуральное целое число. Это некоторое, вот, некоторый объект, который принадлежит алгебраической структуре под названием полугруппа. Полугруппа. То есть описывается некоторым специфическим набором операций. То есть вот любые два числа можно сложить и получить значит, число. Можно умножать, ну, это уже умножение, это как бы сложное сложение, да, несколько раз сложить одно и то же, это умножить. то есть так вот вкладывается. Значит, есть в современном представлении у натуральных чисел ноль, да, то есть это некоторое такое число, которое к любому другому прибавить и не изменится ничего. Вот, полугруппа. А вот если мы берем целые числа, положительные и отрицательные, то вот эта структура, алгебраическая полугруппа расширяется до группы. Вот группа это уже что-то гораздо более человеческое, да, вот, студенческая группа, да, группа спортсменов в полосатых купальниках, например. Да, вот. Ну и разные другие могут быть группы, да, но вот группа в математике это что-то совсем дорогое, да. Вот, а если мы берем значит, рациональные числа, тут у нас уже получается нечто вот не столь обозримые, я бы сказал, то есть гораздо более бесконечные. Ну вот здесь уже значит не только сложение полноправно, да, в группе, кстати, сложение полноправно. Ну, некоторые операции, которые, естественно, называются сложением, и там для любого числа существует обратное ему, то, которое, ну, в итоге, там, в сумме даст ноль, а ноль это нейтральный элемент. Ну, вот, говорили нейтральный элемент, еще говорят это единица, вот, в группе единица это вот не то, что вот единица у чисел. А когда у нас есть не только сложение и вычитание, но умножение и деление, то у нас возникают вот дробные числа, и для всех операций умножения есть обратное деление, кроме умножения на ноль. Вот, и получается конструкция, которую математикой называют поле. Поле рациональных чисел получается. такое вот просторное, широко раскинувшееся, свободное, можно так сказать. Хотя все это принимаем к математике только в очень аллегорическом таком символическом смысле. Поле рациональных чисел, соответственно, вещественные числа тоже образуют поле. И комплексные числа образуют поле. но от полей вообще требуется, чтобы умножение было коммутативным. А значит кватернионы уже умножение не коммутативное, то есть не поле. И дальше вот в эту сторону математики двигались, стали различать алгебраические поля, алгебраические тела, разную структуру типа колец, кольца, да, хорошая вещь, у которой нет начала и конца. В общем, математики размножили вот эти структуры очень сильно, вот и допустим одна из таких структур, которая с числами связана, это то, что для чисел ну очень естественно определить расстояние между ними. Вот какое расстояние между числами. я вычтем одно из другого и вот вам расстояние. При этом расстояние может иметь разный знак, но модуль для вещественных чисел модуль все равно расстояние. от трех до пяти два в любом случае либо мы из пяти вычитаем три, либо из трех пять. Ну просто вот минус два мы считаем за два в этом расстоянии. Значит, есть естественная функция расстояния. И в этом смысле числа они вот еще один аспект сходства с величинами. Ну или смыкание с величинами, потому что когда мы о геометрических какого-то рода величинах говорим, то мы очень часто их рассматриваем в связи с некоторым измерением. Мы говорим измерения, там в пространстве три измерения. Что значит три измерения? В трех направлениях независимо можно измерить. А измерить это что значит? А это получить число. То есть правда измерение зависит от единицы измерения. Если нет единицы измерения, ничего не измерим. Но в целом мы по умолчанию как-то принимаем, что можно на геометрическую структуру пространственную наложить некоторую сетку измерения, и тогда все можно будет измерить, посчитать, количественно выразить, число получить. Древняя такая идея, что если мы знаем число чего-то, то мы его неплохо познали. так вот, вот эти вот измерения, расстояние между числами и так далее вводить можно по-разному и соответственно здесь надо понимать какие возможны случаи этого измерения, соразмерения измеримости. То, что изначально реализовывалось в математике, опиралось на некоторую аксиому, которую приписали Архимеду, аксиома Архимеда, которая в простом выражении фиксируется, например, в китайской народной мудрости путь в 10 тысяч ли начинается с первого шага. О чем идет речь? Шаг и ли, и тем более 10 тысяч ли, это вещи с трудом соизмеримые. Это примерно немного другой пример. Не уверен, что вы смотрели «Золотой ключик» советский, но там есть такая гениальная фраза «Еще 4 тысячи ведер и золотой ключик наш». То есть людей не пугают 4 тысячи ведер. Ведро маленькое по сравнению с болотом, копает, и будет тебе счастье. Но собственно на чем основывается вот эта идея? Идея на том, что если у нас есть какая-то маленькая величина и большая величина, то мы можем вот этой маленькой величиной измерить большую, то есть прибавляя эту малую величину саму к себе, получить нечто большее, причем много большее. это выражается в таком утверждении, что вот пусть у нас имеется некоторое многообразие величин, и тогда для любого эпсилон, имеется в виду некая маленькая величина, и для любого M большого большой величины существует N. N это натуральное число такое, что N раз взять эпсилон будет больше, чем M. То есть вот это вот самое шагами вымерять десять тысяч ведрами и исчерпать болото. Но вообще говоря, если определять абстрактное расстояние между числами, то как оказалось совсем необязательно иметь это самое аксиомы Архимеда. То есть есть не Архимедовые поля числовые. В частности, есть поле п-адических чисел. Тоже такая интересная конструкция, но я вот не знаю. п-адические числа. П- это латинское п. Значит, числа п-адические. П-адические числа. значит, там п-адические берется простое число как основание системы. Значит, соответственно, если начинать с более или менее простого, да? Пусть у нас p равна 3. Тогда допустим 10. Что это такое? 10 это 3 в квадрате плюс единица. А, допустим, 13 это 3 в квадрате плюс 3. То есть здесь у нас имеется что? У нас вот это самое p оно вот здесь в квадрате плюс 0 умноженное на p в первой степени плюс 1 умноженное на p в нулевой степени. Любое число в нулевой степени это единица. Значит, вот здесь у нас 3 в квадрате, да, 0 раз взять 3, то есть 3 в первой степени, и 1 развязь взять 3 в нулевой степени, вот это 10. Такое разложение. Соответственно, можно для любого числа определить его величину, исходя из вот той степени p, да, по отношению к заданному b, исходя из той степени p, которая максимальна в его разложении. ну и для простоты вот, да, несколько более сложной формулы, да, будем считать, что вот модуль значит 10 да, значит, по основанию p, да, будет равен 1 на 1 2 максимальная вот степень p, значит, есть функция расстояния, она определяется некоторым естественным образом, допустим, должно быть неравенство треугольника для расстояния, то есть, если у нас есть три точки, то расстояние между ними, одно расстояние между каждыми двумя, меньше, чем сумма расстояния между другими. В общем, вот эта величина, значит, вот числа, да, его расстояние от нуля, другими словами, вот она оказывается тем меньше, чем больше число. соответственно, числа больше единицы, они, как говорят, сворачиваются в шар единичного радиуса. При этом, значит, вот у нас есть какое-то число, да, и сдвинуться на единицу от этого числа, ну, вот в этом, можно в п-направлениях. Вот в вещественных числах, да, там направление, ну, два, вот, одно прибавить, единицу, другое, вот, отнять, но, в принципе, ну, как два, но одно, по сути, да, вот здесь прибавлять единицу можно п-разными способами, и при этом все, ну, числа, да, вот, которые на единицу больше какого-то, да, вот они, значит, образуют некоторый правильный п-угольник, ну, даже, ну, что значит п-угольник, да, вот для трёх, да, вот эти числа, они, вот, образуют некоторый треугольник, да, для пяти это будет, ну, не пятиугольник, да, а некоторые в, значит, четырёхмерном пространстве фигура, да, потому что все вот эти вот расстояния между числами, отстоящими от какого-то числа на единицу, они все одинаковые, если бы мы делали четырёходические числа, но это не делают, потому что четыре непростое, то, соответственно, вот следующие числа, они бы образовывали этот тетраэдр, то есть некоторую такую фигуру, да, вот расстояние между вершинами, вот они равны, вот в трёхмерном пространстве, вот этот самый, ну, пентайдр, вот я бы так сказал, построить не удастся, в четырёхмерном, ну, можно, если вы хорошо представляете себе, что такое четырёхмерное пространство. Как используют эти числа? Это очень интересный вопрос. Значит, а вообще, как используют числа? Нет, как эти числа используют, надо рассматривать, имея в виду некоторые более общие вопросы, как вообще используют числа. Значит, вот числа можно использовать как коэффициенты, да, и в большинстве задач вот мы числовой коэффициент при каких-то функциях рассматриваем, да, числа можно использовать как функции, да, это обратная как бы сторона вопроса. И вот ещё любопытный вопрос, а сколько чисел мы используем? Вот натуральных чисел бесконечно много. Сколько натуральных чисел вы используете? Значит, ну, так обычно, да, вот что-то в пределах 20 тысяч, да, может быть, 30 тысяч, это если говорить про ценники, да, хотя, может быть, что-то такое вам доступно за 100 тысяч, может, даже за миллион, но как-то вряд ли больше, я бы так сказал. есть такая шутка, да, что вот инженер считает, что число 60 делится на все числа. Ну, проверяем, да, делится на 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, ну, дальше делится на 10, на 12, на 15, на 20, на 30. Знаете, вот выборочная такая проверка показала, что вот делится вот на все вот эти числа, которые обычно, так сказать, вот имеет смысл выделять, да, ну, и значит, на все делится. это анекдот, да, это шутка, но вот здесь вопрос об этой самой употребимости чисел. Вот хорошо ли вы себя чувствуете, когда вам надо разрезать пирог на 19 частей? Ну, даже не на 19, допустим, на 13, там, или даже на 12, что вот еще лучше 12, да? Как-то вот я бы сказал, что вряд ли. А сколько чисел используются в математике? Так, теоретически вещественные числа всех, да, теоретически. Но, понимаете, вот сейчас я вам намекну немножко на некую такую сложность даже вот просто множество рациональных чисел. Значит, смотрите, вот у нас простой пример для рассмотрения рациональных чисел это отрезок 0,1. На нем, как известно, рациональных чисел бесконечно много. Как мы это себе представляем? Значит, есть этот самый 0,1, да, что проще всего вообразить? Его можно поделить на 2, потом на 4, да, потом на 8, да, вот. И значит, дальше вот как бы это такой аналог проблемы Зенона, вот дальше вот этих самых единиц на двойках степеней, их бесконечно много, да, причем вот их бесконечно много, вот не только вот в приближении к единице или к нулю, их бесконечно много в приближении к любой этой точке, да, и к любой точке вот ну вида там p p деленное на 2 в степени n, да, бесконечно много вот везде, да, вот бесконечность, да, ну это еще до некоторой степени можно себе представить, да, значит, ну делить можно не на 2, а на 3, да, абсолютно та же картина, да, ну вот натрий, да, вот я выше нарисую, да, вот у нас есть деление натрия, потом еще деление натрия, потом еще деление натрия и так далее до бесконечности, да, и эта бесконечность, да, вот она точно так же в, ну, к любой точке, да, вот, бесконечно их много, то есть вот и здесь бесконечно много, и здесь бесконечно, и здесь, и здесь, и в любом отрезке бесконечно много вот этих вот, ну, уже те, которые делятся натрия, да, Заметьте, что ни одна такая точка не совпадает ни с одной такой. То есть у нас есть две бесконечности, которые плотно каждая покрывает отрезок, которые разные. Берём следующее простое число, 5. Отрезок можно разделить на 5 частей, каждую частей на 5 и так далее. Значит, вот тоже бесконечность этих самых рациональных точек, ни одна из которых не совпадает с точкой единицы на 2 в степени, и так далее. И так до бесконечности, простых чисел бесконечно много. Значит, смотрите, смотрите, вот дальше. Значит, вот обычно мы как? У нас есть священное число 10, и на 10 делить. Или священное число 2, тоже на 2 делить. Ну, можно на 3 и так далее. То есть реально мы используем из множества возможных разбиений рациональных в основном, вот те, которые на 10 делятся. Программисты, вот те, которые на 2 используют, у них это обусловлено их задачами, да, и так далее. А остальные, да, мы практически не используем. И зачем они нужны? То есть в некоторых системах исчислений, если мы изменим основания, там некоторые задачи будут решаться гораздо проще. Ну вот почему-то не используем. Но это вот всё цветочки. Вот сейчас будет ягодка. Значит, вы слыхали про вероятности. Значит, теория вероятности, вот она вам говорит о том, что вот если у вас есть какое-то множество такое, вот и там какие-то исходы, то вот есть вероятность того или другого исхода. Значит, вот представьте себе, да, что, ну это, ну, наверное, можно представить, что у вас есть пистолет, да, который стреляет точками. И при этом у вас ещё такая вот способность гениальная есть, что вы вот этим пистолетом, который стреляет точками, можете попадать в отрезок 0,1. Ну, а рука у вас дёргается, там случайно всё происходит, да. Вот с какой вероятностью вы попадёте в рациональную точку? Учитывая, что, значит, вот их бесконечно много-бесконечно много раз. Правильный ответ – вероятность 0. С вероятностью 1 вы попадёте в трансцендентное число. Даже в иррациональное не попадёте. Вот в иррациональное число тоже счётное число. Попадёте в трансцендентное число. Теперь вопрос, да, вот, а сколько трансцендентных чисел используются людьми? Два, вы знаете, это Пи и Я. Они широко используются, два трансцендентных числа. Два. Которых бесконечно много и бесконечно много больше, чем вот чисел рациональных и иррациональных. Там вот. Два числа используются. Ну, здесь, правда, вот я пытался немножко этот вопрос прояснить. Вроде бы в некоторых специальных областях математики используются ещё три трансцендентных числа, которые не равны, там, Пи и Е, не получаются с Пи и Е вот путём их некоторого сочетания. А пять трансцендентных чисел, три из которых используются только совсем какие-то продвинутые математики. А в целом вот так вот два. Значит, вот теперь, да, значит, практическая задача. Вот, допустим, построить теорию элементарных частиц – это практическая задача. Зачем? Практическая задача, применимая в реальной жизни. Нет, ну что здесь, применимая в реальной жизни? Если вы построите теорию элементарных частиц, вам дадут Нобелевскую премию. Это очень практическая задача, да? Задача, наверное, в получении Нобелевской премии, да. Значит, вот, понимаете, вот я сказал, что на квадронионе обнаружился физический смысл. Не сразу, да, но обнаружился. То есть вот физики, для которых, допустим, в рассмотрении электромагнитных полей существенно важно именно вращение, да, а там у них это, значит, ну, работает, да. Причём это работает на инженерном уровне, понимаете? На инженерном. То есть применима в расчётах, там, в приложениях и прочее. А в случае с, допустим, квантовой механикой, соответствующая теория операторов в Гильбертовом пространстве, она до некоторой степени как бы применима в практических задачах. Хотя вот насколько она применима, это сложный вопрос. АП-адические числа пытаются использовать для того, чтобы описать, значит, сложные физические модели. Ну и представить некоторый аппарат, который там вот может работать. При этом вот я слыхал про то, что, значит, пытаются ввести два адические числа и три адические числа. То есть больше, вот, вроде бы, попыток нету. Ну, вот, кто знает, а может быть, будет какая-то вот удачная попытка с всеми адическими числами, да? Вот, и, значит, людям придётся вот осваиваться с их необычной геометрией. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова